Приветствую всех! И, казалось бы, пустой стол мог бы намекать на уходе на какое-то полезное видео, но нет. Мы продолжим наши любимые, в кавычках, банальные распаковки. Но, к сожалению, полностью занятый мой рабочий день больше не позволяет мне активно заниматься съемкой видео. Я, конечно, что-то снимаю, у меня есть уже отснятые куски по будущим сериям S30. Да-да, проект все еще жив, он будет, но нужно на это много времени. Что-то снято у меня уже по стримерам SDLT, вот тут в углу платы от стримера как раз валяются, которые я сейчас перебираю. Также есть уже материалы по стримерам LTO, картридж от которых тоже тут неподалеку примастился. В общем, материал потихоньку снимается, но именно что потихоньку. Для тех, кто все прохлопал ушами, посмотрите предыдущее видео, также была распаковка. Там я говорю, что я устроился на постоянную работу, именно поэтому это видео вышло с такой задержкой. И подозреваю, что и следующее после этого видео тоже появится не скоро. Ну что ж, приступаем. У нас первая посылочка от Андрея Волкова, как мы видим. Это мой, можно сказать, постоянный зритель. И регулярно мы с ним переписываемся во Вконтакте по разным техническим вопросам. И также в одном из предыдущих видео был вопрос, мой в кавычках такой вопрос, не вопрос даже, а скорее мини-просьба касательно вот таких старых компакт-флэшевых карточек. То есть у меня вот есть на 4 гига, есть на 16, внимание, мега байт, это не гига, это мега. И я просто спросил, что если вдруг у кого-то из зрителей есть вот такие вот старые флэшки, они использовались раньше в цифровых фотоаппаратах. Сейчас такого размера уже не используются по факту, а сейчас в компакт-флэш используется только больших размеров профессиональной фототехники. В домашней, в бытовой он не применяется. Все заменено карточками SD. И в общем, если у кого-то, я просил, есть такие завалявшиеся ненужные, то я бы не отказался для использования вот при помощи вот таких вот адаптеров в старых ПК. Как просто патоприлот, такой рудиментарный твердотельник. И, собственно, как раз у Андрея оказалась есть такая флэшка, и он просто, так сказать, повторит в памяти и дружбе, решил мне что-то такое прислать. Если честно, я уже не помню вообще, насколько здесь оговаривался объем, так что это будет для нас небольшим сюрпризом. По-моему, мне даже фотографию показывал, но с этой всей работой я уже совершенно не помню, какой там был объем. В общем, давайте поглядим. Действительно, флэша и кажется на гиг. Даже в штатной коробочке, что, конечно, позитивно. Компакт флэш, диджитумный мэрикард, кингстон, 1024 мэгбы, ну, то есть гиг. Давайте-ка мы ее как-нибудь вскроем и заглянем. Что мне нравится, коробочка, она практически по размеру, то есть она немногим больше, чем сама карточка, потому что зачастую бывают эти коробки, они такие здоровые, в них дофига воздуха, а места много занимает, а толку от них ноль. В общем, компакт флэш, разъем вроде бы целый, совместимый и 3,3 вольта и 5 вольт, без разницы, собрано в Тайване, ну, в общем, 2003 год, кингстон. Ну, в общем, если работает, то это крайне позитивно. Будет еще одна третья компакт флэш для старых ПК, чтобы просто не свапать образы вот этих флэшек для разных тестовых стендов, а просто менять местами флэшки. Это будет намного удобнее. Ну, давай-ка сразу ее сюда и пихнем. Ну, вот как-то так. В общем, Андрей, спасибо тебе большое за эту компакт флэш, она мне сильно пригодится. Следующая посылка у нас немножко не влезла в кадр, пришлось отдалить, но, тем не менее, это у нас, по-моему, почтовая коробка номер 3, да, и это посылка от Вячеслава Кучинского. И, насколько я помню, здесь должны быть, ну, судя по моим записям, некоторой старой железки. Опять же, посылка собиралась уже некоторое время назад, и о чем конкретно там шла речь, я уже, естественно, успел позабыть. Так, давайте-ка вспомним вместе, что здесь у нас такое прячется. Лампа в кадре. Итак, у нас внутри, ну, кроме вставок из пенополиэтилена, что правильно, есть еще одна коробка напитная, которая написана СГЭП-ООО ДИСК, город Томск. Окей. Допустим, вытащим вторую коробочку. Что у нас там? О, тут еще что-то есть. Умирающий носитель. Какая печаль. Ну, здесь только расставки. Это уже мусор. Мусор в сторону. Давайте посмотрим, что здесь за умирающий носитель. Attribute to ABBA. Музыкальный диск. Nuclear Blast. 2001 год. Сделан вроде как в Германии. Ну, такой диск даже не пеленный. То есть, это умирающий не в смысле того, что диск запеленный. В смысле того, что компакт-диски, как устройство, в принципе, типа, отходит сейчас. Ну, не в моем случае, у меня не активно применяется по-прежнему. Ну, в общем, это компакт-диск Digital Audio. Attribute to ABBA. Окей. Допустим. Если я найду, где у себя это воспроизвести, кроме как на ПК, то, спасибо. Может быть, даже он умеет какую-то коллекционную ценность, но в этом плане я не очень прошарен. Ну, копаем дальше. Вложенную коробочку. И все-таки, наверное, должны быть старые железки. Вижу, по всей видимости, некий патч-корд. Не совсем патч-корд. Это переходник полезный. Это PS P-PALAM MAMA в DIN 5 PAPA. Это переходник для клавиатуры. А конкретно, чтобы в старой, АТ-шной, например, материнке, где стоит разъем DIN 5, вот такой вот, подключить PS P-PALAM клавиатуру. Но не наоборот, потому что, возможно, оба варианта. Переходники есть для обоих случаев. В любом случае, переходник полезный, много их не бывает. Так, ну, тут у нас всякая упаковочная мешура. Что у нас тут? Какая-то платка. Это видяха. Нет крепежной планки. По всей видимости, да, она ИСА-шная. По-моему, это был какой-то Cirrus Logic, что ли. Нет. Ну да, Cirrus Logic. CLGD5320. Насколько я помню, у меня такового в коллекции не было. Так что, была мне предложена эта плата. И я и на нее, собственно, согласился. Ну, кратко, что у нас тут на ней есть, кроме EVGA-разъема и ИСА-разъема с собой. Ну, собственно, вот это у нас главный чип. Как видно, это уже довольно высокоинтегрированный. То есть, это довольно поздняя ИСА-плата. 92-й год даты изготовления чипа. 24-я неделя. Здесь 92.07. 92-й, 13. Здесь не написано. 93-й аж чип ПЗУ. Причем он без панельки. То есть, плата, ну, как минимум, 93-го уже года. Чип стандартный, ПЗУ 27256. С ультрафиолетовым стиранием здесь заклеено. Окошко, чтобы не стерлась сама. Немножко чипов логики. Простейшая, абсолютно обычная логика. 74-й серия. 245-й чип. Это, по-моему, наш аналог 555. AP5, если ничего не путали. AP6. Два чипа ОЗУ. Вероятно, это, наверное, 256 килобайт всего лишь памяти. Расширить ее здесь нельзя. Несколько аж стоит кварцевых резонаторов. Не очень понятно, куда здесь ток. Их целых 4. Здесь 22 и... Нет, 28 и 22 МГц. 35,5. 40 ровно. И 25.75. Такой вот интересный набор. У каждого здесь по транзюку. Кондеры. В общем, да. Целая батарея кварцев. Здесь на выходе стоит RAM DAC. То есть, это чип, который, собственно, преворазует цифровой сигнал, который выдает основной чип, в аналоговый VGA сигнал. Чтобы монитор это понял. Ну, собственно, и все, что здесь есть. Частота RAM DAC'а, через черточку здесь указана, всего лишь 50 МГц. Для сравнения на, ну, в принципе, современных видеокартах, на которых все еще и с DVI можно вытащить VGA, встроенный в графический чип RAM DAC, а то их несколько сейчас, там по 2, по 3, по 6, сколько их там сейчас сыпят. Там RAM DAC'и обычно работают на частоте 400 МГц. Что-то, соответственно, дает больше возможности поставить разрешение и цветность картинки. С этим много не размашешься. Ну, в общем, такая вот платка. CVGA V3 256, ну, какое-то довольно заурядное название. Не похоже, чтобы это была какая-то фирма, просто какой-то ноунейм. Даже на плате я не вижу даты производства самой платы. Ну, в общем, ладно. В коллекции такой не было, она в коллекцию отправляется. Еще бы у меня нашлось время все, что туда отправляется, наконец-то туда реально выложить. Несколько коробок уже такого железа, которая отправилась когда-то в коллекцию, и до сих пор до нее не доехала толком. Так, пакетик мусор. Еще одна видяха, в этот раз уже посвежее. Это PCI-шина. Это Avance Logic или Ali. LG 2302A. Опять же, по-моему, на таком чипе у меня не было в коллекции. У меня в коллекции, кстати, много вот таких вот плат. Не удивляйтесь, это довольно примитивная 2D затычка. То есть, здесь нету чего-то экстраординарного, скорее всего. Никакого 3D здесь даже не мечтайте. Это чисто 2D, и то не полностью, скорее всего, ускоренное. Здесь стоит мегабайт памяти с двумя чипами. Еще под 1 мегабайт есть кроватки. То есть, можно два таких же чипа поставить. Будет 2 метра максимум. Рамдак, по всей видимости, здесь стоит внешний. То есть, он не интегрирован в чип, что, конечно, странно для PCI-карты. VideoWizard LG 1301A. Ну да, по всей видимости, это рамдак, потому что это не похоже на какой-то ТВ-выход. Здесь ТВ-выхода просто нету на плате. Что забавно, здесь стоит регулятор еще линейный 7805 на 5 вольт. Не очень понятно вообще, на кой он тут нужен. Потому что, вообще-то, шина PCI должна по умолчанию приходить 5 вольт. Зачем здесь еще один целый регулятор? И он так интересно прислонен к крепежной планке. То есть, она делает вид, что она типа радиатор. Но при этом она не касается. В общем, какое-то странное решение. При этом, вот эта маркировка мне говорит, что это Expert Color плата. То есть, производитель здесь даже написан, вот это только заметил, Expert Color. Модель, соответственно, DSV-2302. На плате это также подписано. Ревизия, версия, вторая. Здесь немножко сколота кроватка. Но, вроде бы, сами контакты не умерли. Ни отколоты, ни погнуты. Так что, чип сюда вставить можно. Вот такой экземпляр. Это у нас 1996 год. Остальное здесь клеем не видно. Вот, опять-таки, Expert Color. Чип 95-го года, 52-я неделя. Оперативка, 96-й год. Ну, в общем, где-то 96-й год даты производства этой 2D-затычки. Но, опять же, в коллекции не было. У меня много очень таких странных 2D-затычек. Все друг на друга не похожи. Я уже не говорю даже про S3 Trio. Которых у меня еще больше. Так, ну, все, здесь только упаковочный материал. Это долой. И еще какая-то видяха. Три видяхки у нас здесь. Так, да, больше там ничего внутри нету. И вот такая вот интересная плата. Для меня интересная. Потому что, на самом деле, здесь много чего интересного. Во-первых, здесь написано, что она вообще-то не No Name. Это производитель Octet. Ну, собственно, по наклейке на чипе также видно. Логотипчик есть. Модель EP2009-1R21. Что-то эдакое. Если это модель, конечно. Хотя, вот здесь написано еще HeavyJ20. Версия C. В общем, два целых наименования. Что за чип непонятный? И наклейку я сдирать не собираюсь. Так что, если я смогу это как-то определить, то, например, какой-нибудь DOS-утилитой, поставив ее в тестовый стенд. Потому что винда и сашные ведяки практически никогда толком не находят. Даже, конечно, 95-й древняя. Про более свежие даже говорить нечего. То есть, это только какие-нибудь чеки там из-под DOS-а можно понять, что здесь за чип стоит. Но здесь уже, как видно, несмотря на более старую сашину, здесь Тарандак уже интегрирован внутрь. То есть, вот у нас VGA-разъем. Здесь катушечки проходные, ферритовые. И, в общем, никаких дополнительных чипов между основным и VGA нет. Это чип BIOS-а, то есть с прошивочкой. Опять-таки, керамический чип. Он стоит даже на панельке. Закрыто снова у нас наклейкой окошко для стирания. 93-й год, 22-я неделя. Плата 94-й год, 22-я неделя. И вот здесь вот еще одна интересная вещь. Это оперативная память этой видеокарты. Она очень странная. Но вот эти чипы вполне стандартные. Дипы ничего здесь странного. По-моему, это один метр, если ничего не путаю. Хотя, может быть, 256 килобайт. Причем здесь два чипа стоят одни, два другие. То есть, их в разное время добавляли. И два вот таких. Это тоже оперативка в таком странном корпусе. И это даже не чип сам по себе. Это плата, накрытая пластиковым кожухом. А на самой плате внутри должен сидеть так называемый чип-он-борд. То есть, когда кристалл напрямую на текстолит приклеивается, проводочками тоненькими припаивается напрямую текстолиту и заливается черным компаундом. Стандартная капля на плате. И вот эта капля там должна быть. Вот там вы видите кусочки печатных плат, на которых эта капля внутри сидит. И все это закрыто вот такой крышкой. И обычно как раз вот эти вот чипы такие странные, они в таких здоровых кроватках сидят. И они все имеют логотип RM. То есть, видимо, только этот что ли производитель выпускал такой форм-фактор. В общем, странный, но забавный. В общем, ВГА карточка. Производитель самой карточки. Мы поняли, ЖакТек. Модель так пока непонятна, что из этого. В общем, спасибо. Платочка вроде как с виду целая. Ничего здесь не сбито. Так что, вероятно, работать будет. Что за чип, посмотрим. Но в любом случае, даже если этот чип у меня уже дублируется, то чисто вот из-за такой вот странной памяти я могу заменить этой плату ту, что может быть на таком же чипе у меня в коллекции и есть. А следующий у нас кулёк. В общем, вот такая вот странная почтовая упаковка. Здесь даже есть ярлычок Почты России. С той стороны есть все надписи, но они настолько огромные, что, в общем, изолентом я на это потратил, наверное, два рулона. Поэтому я просто не буду вам их показывать. И просто скажу, что это посылка от Максима Шатрова. Мы с ним, на самом деле, уже довольно давно обсуждали, что в этой посылке могло бы быть. По-моему, несколько месяцев. Неспешно эта посылка собиралась. Ну, в общем, вот она наконец-то собралась. И ко мне приехала. И, в общем, из-за того, что, опять же, эта посылка собиралась довольно долго, я, опять же, не помню, что там должно быть совершенно. Единственное, что я понимаю по моим скромным записям, что здесь что-то, относящееся к стримерам стандарта DDS-3. Возможно, картриджи какие-то, может быть, даже чистящие, может быть, что-то ещё. Но, судя по весу этой коробки, там явно ни одни картриджи, потому что столько они весить не могут. В общем, сюрпризики-сюрпризики. Будем смотреть, что здесь. На сюрпризы приехали. Раздеваем коробочку. И заглядываем внутрь. Она у нас кверх ногами. Так. Упаковка, газеты, всё хорошо. Итак. Картриджи сразу вижу. HP-шные DDS-3 картриджи, 24 гига, которые на самом деле 12. В этой случае, вроде бы, ничего нет ценного. Так, что это? Что-то жёлтое, что-то не жёлтое, но, наверное, такие твёрдые. Замотаны просто в плёнку, которая генерирует статик с пилотомными, в смысле, киловольтами. Так. Ну, к счастью, здесь есть антистатический пакет, который весь этот негативный эффект нивелирует. И это правильно. Так. Что же там такое-то? О! Какая-то плата с белым задником. Что это? Угу. Мегкий девайс. SMD Test Part. Это, видимо, транзистор-тестер. Одна из вариаций. Разъём есть для батарейки. ЖК-дисплей в данном случае это двухстрочный текстовый дисплей, не графический. И, скорее всего, это стандартный 2х16. Две строки, 16 символов со встроенным знакогенератором. Так. Внутрь оказалась запихана клемма для батарейки. Как-то здесь это всё очень странно вот так вот болтается, не очень там надёжно. Дисплей можно даже отцепить. А стандартный модуль 16.02, 16.7, две строки. Абсолютно целиком стандартный модуль. Здесь у нас от Mega 168 стандартная. Ну, в общем-то, тест-поинты обычные. Для SMD прикладывать транзистор LC-ESR-тестер. Версия 2.4, 2013 год. Ну, в общем, какая-то заводская плата. Собственно, кнопка включения. Mini USB, наверное, для питания. Вряд ли для зарядки. Ну-ка, может попробовать его прямо сейчас и включить? Ладно, отложим его позже, когда будем проверять. Всё, распакованное. Честно, не помню абсолютно, зачем он сюда приехал. Видимо, чтобы тогда работать, может быть, как раз перепрошить. Но подтекстовую версию будем посмотреть. Надо будет почитать переписку и вспомнить, о чём шла речь. Разматываем дальше. Шлейф. Сказёвый шлейф на 50 пинов. Причём, по сей димости, он типа новый. Он запечатанный. И это позитив. А у меня до последнего времени вообще не было таких шлейфов. У меня было парочка вот таких вот, 68-пиновых, более свежих. Но у меня было также много устройств вот под 50-пиновый. И мне приходилось эту проблему решать при помощи сказёвых переходников. Такой маленькой платки, в которой можно было с одной стороны включить вот такое устройство, с другой стороны, соответственно, 68-контактный шлейф. Там даже собирал бутерброды из двух таких переходников. Но некоторое время назад мне уже отдали один сказёвый кабель. В довольно грязном состоянии. На четыре разъёма, длинный. Но я его отмыл. Теперь он чистенький, прекрасный. Вообще, не зашибись. Ну и ещё один, аж новый. Чем плохо? Здесь внутри всего разъёма, но тем не менее. Сказёвый 50-пиновый кабель для старых девайсов это нам точно не помешает. Спасибо. Здесь снова какой-то антиостатический пакет виднеется. И в нём, ну, в нём звуковушка. Вот про это шёл разговор совсем недавно. Не за долго до отправления посылки мне. Это какая-то относительно свежая звуковуха относительно моих имеющихся у меня. Наверное, это самая свежая из того, что у меня теперь есть. Да вылезай же ты. Вот. Такая вот запылённая креативская звукушка. Модель SB1040. Sound Blaster. Какой-то они написаны. Какой маленький вот этот, более свежий, чем X-Fi креативский чип. Но, судя по её виду, это, видимо, что-то такое порезанное, урезанное. Ну, то есть, low-end какой-то сегмент. Здесь даже что-то упаялось. Так хорошо по коцанной дороге. Вкрячен сюда какой-то вот такой вот коннектор. Не знаю зачем. Но зачем это вкрячен? В общем, здесь набор разъёмов обширный. Ну, нормальный для креатива. То есть, у нас линейный вход, объединённый с микрофоном входом. И выходы линейные. Первый, второй, третий, четвёртый. То есть, у нас, не знаю сколько, 7.1, 8.1, 9.1 можно подключить. Короче, пофигу. Или всё равно больше, чем 2 никогда не использую. Ну, и цифровой есть оптический выход и вход. Разъём PCI-Express 1. То есть, это для более свежих ПК, чем у меня в большинстве встречается. У меня все звуковухи, они строго под PCI. Так, ну, собственно, чип сам это CA-0110-1BG LF. Стандартный, единственный кварц на 24,56, по-моему, МГГц. Это у нас, по всей видимости, ЦАП. AKM AK-4359VF. Тик, это что за мелочь? Это я вам даже не прочту, слишком мелко. Ну, короче, здесь... Что это? Это вообще логика обычная, 74-й серии HTC, там что-то такое. А, это, по-моему, коммутатор 4053, да, это коммутатор аналоговый. Ну, в общем, какая-то, короче, рассыпуха, операционник не стоит. К счастью, креатив в коей-то веке допёр, что стоит всё-таки стандартный хедер под передние разъёмы на свои платы ставить. В коей-то веке додумался, наконец-то. Ну, в общем, креативская плата, как креативская плата. Что о ней ещё сказать? Что-то чуть дальше ушедшее от обычной встроенной в материнку затычки, по всей видимости. Вероятно, это что-то топовое. Но, опять же, это пригодится для моей мультимедийной коллекции. Так что за эту плату спасибо. Так, упаковочки, упаковочки. Да? Да. Так, что у нас тут такое? Что-то зелёное. Ух ты, какое счастье, какое прелесть. Всё, что-то, может быть, не совсем запечатано, потому что это всё-таки зип-лок. Могали перепечатать, но, тем не менее, выглядит как неиспользованное. Вот-таки как раз 68-пиновый шлейф на три стандартных разъёма. Ну, уж давайте, раз это зип-лок, сразу распакуем. Разъёмчик. Ну, с виду не пользованный, он не грязный. На нём все эти стандартные складки, как он хранился. В общем, по всей видимости, всё свежок. Пин их всё целый. В общем, стандартный скользёвый кабель. И ещё здесь коробочка есть с каким-то адаптером. По всей видимости, это как раз-таки вот конвертер. Хотя нет, здесь много адаптеров нарисовано, по картинке не поймёшь, надо открыть. Здесь разные разъёмы в разные, что конкретно внутри. Не надо смотреть своими глазами. Опа, тут много всего. В общем-то, у нас есть терминатор для LVD-шины. То есть, когда мы используем, например, вот такой кабель, у нас края кабеля должны быть терминированы. На них должно быть повешено специальное сопротивление. Когда мы подключаем, допустим, вот это к контролеру скази, у него обычно слоя встроены, активная терминация есть, там ничего делать не надо. А далее мы, допустим, вот это подключаем к какому-нибудь харду или стримеру, или ещё к чему-нибудь. И край кабеля, его конец, должен быть терминирован. И, собственно, для этого сюда вешается вот такая вот плюшка. Это нужно обязательно. И вот примерно вот чем-то вот таким я занимался. У меня не такой компактный, конечно, был, но вот подобного плана переходник. То есть, я брал такой шлейф, брал переходник и получал из 68-пинного шлейфа подключение для 50-пиновых девайсов, типа старых сказелых хардов, стримеров типа DDS-A3, тот же Scorpion 24 сидительский. Вот примерно этим я занимался. И ещё вот какая здесь интересная есть платочка, весьма забавная. Вот такая. То есть, это вставляется как заглушка на заднюю панель ПК, и служит также адаптером. И она уже позволяет 50-пиновый сказелый кабель, вот такой вот, превратить вот в такой. То есть, насколько я понимаю, да, это мельче, чем вот такой 68-пиновый. Я, честно говорю, даже не знаю, как эта разновидность называется у сказей, какой-то разъём. То есть, никак это не подписано. Ну, в общем, можно получить вот такой разъём на заднице ПК из 50-пинного кабеля, ну, или вот таким вот переходником из 68-пинного. А у меня нет на контроле такого, так что, если вдруг у меня понадобится внешне какое-то сказелое устройство подключить с таким кабелем, у меня есть к этому теперь адаптер. За это огромное спасибо. Адаптеров вообще никогда много не бывает. Они занимают мало места. А тем не менее, когда они нужны, они чертовски нужны. Без них прям как без рук. Поэтому лучше иметь запас всего, чего угодно, из чего угодно, куда угодно. Лучше пусть будут, и когда понадобятся, чтобы они были. Так, продолжается скользёвое баршество. Ещё скользёвый кабель, а то и не один даже. Снова это всё запечатано. Интересно, почему-то один или нет, как-то очень трудно понять. Нет, похоже, что всё-таки кабель один, потому что я вижу только два разъёма, у которых кабель кончается. Один вот здесь, второй вот здесь. Всё остальное. Раз, два, три. В общем, здесь очень длинный кабель с КАЗИ и на очень много устройств. Сколько он здесь разъёмов? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Вот такой вот кабель Текарамовский фирменный для высшим дизайн-квалити инжинирингом. Амфенолом сделано, кстати. То есть, АЕМ-производитель этого кабеля, компания Амфенол, для компании Текарам, которая обычно делает с КАЗИ-контроллера, например. В общем, с КАЗИ-жир сегодня продолжается. Так, чего бы теперь распаковать? Вот это или вот это? Здесь что-то прям тяжёлое. Но это, понятно, картриджа. Давайте с более понятного начнём. То, что уже мне близко и знакомо. Это картриджи DDS-3. В среднем, если... Да, это у нас запечатанная, скорее всего, фирменная коробка, в которой сразу пачка этих картриджей. Ну, собственно, вот так вот это выглядит. То есть, Карабас HP 10 дата-картриджей. Это стандартная модель C5708A для этих картриджей. Здесь у нас даже какой-то стример нарисован с этим картриджем внутри. 24 гигабайта и звёздочка, потому что это означает, что на самом деле картридж на 12 гигов, то есть вдвое меньше. И вот оно внутри. Всё это счастье выглядит вот так. Коробочка уже видала виды. Немножко надурванная. Ну и внутри тоже не всё, скажем так, новое. Видно, что некоторые распечатаны. И вот что меня категорически сейчас радует из того, что я вижу, когда я как раз продрал глаза и всё-таки взглянул на этикетки, это то, что здесь больше половины занято чистящими картриджами, потому что для DDS очень важны чистящие картриджи, в отличие от линейных записей типа DLTS, DLT, LTO, которые практически не требуют чистки. Они такие довольно-таки самоочищающиеся. DDS очень к этому делу капризные. Буквально пару картриджей поиспользовал, всё, он начинает моргать диод, дайте мне срочно чистку, я не хочу работать. В общем, DDS-тример на самом деле довольно капризный. И, в общем-то, здесь у нас получается 6 из 10. Это чистящие картриджи, во всяком случае из того, что написано на вкладышах. Чистящий картридж. Это модель C5709A. Ну, в общем, вот так вот он выглядит. В нём немножечко магнитной ленты. Это всё ещё магнитная лента, просто она более абразивная, чем обычная. За счёт этого достигается чистка. Ну, и, как видно, её мало. Значит, это именно что чистящий картридж. Он ненамного использований. Наклейка на нём никаких нету. Они все, по-сидимости, да, остались здесь. Потому что обычно, когда начинаешь использовать чистящий картридж, нужно приклеить вот эту наклеечку и отмечать, сколько раз ты почистил, чтобы знать, когда он кончится. Потому что, когда он выйдет уже из своего ресурса, стример его просто не примет и будет сразу выплёвывать. И если он у вас застал вросло в таким образом, то вы можете остаться без чистки. Ну, здесь вот их, по-сидимости, шесть. Минимум три из них распакованы. На одном нет наклейки. Так, эти три вообще запечатаны. То есть, это стопроцентно новые чистящие картриджи. Это вообще жуткий винт. Это крайне позитивно. И ещё четыре также запечатанных дата-картриджа. То есть, именно такие уже 5708А. Это у нас наши 12-гиговые картриджи. Сейчас, ну, где-то мои залежи. Покопался и таки нашёл. Вот один из HP-шных, точно таких же картриджей, которые у меня уже в использовании. Некоторое время. Вот так вот они у меня выглядят. Вот они. Для тех, кто внезапно не понимает, что это вообще такое, зачем это всё нужно, вы, в общем-то, пропустили целую серию видео про данные на магнитной ленте, как они у меня называются. Идите вот сюда и смотрите конкретно вот эта серия именно про DDS-3, про стример, как это всё работает, что это всё делать и зачем всё это вообще нафиг нужно. Ну, как видно, у меня есть ещё вот такая вот коробочка из-под соневских DDS-3 картриджей. Но здесь не только есть соневские. Здесь есть соневский DDS-2 картридж. И ещё, опять же, HP-шные картриджи. Но это уже DDS-5 или он же DAT-72. И здесь уже 36 гигов на такую же по размеру кассету, в отличие от 12 гигов вот здесь. То есть в три раза больше в тех же габаритах. Вот такая вот у нас здесь прелесть. То есть четыре полностью запечатанных свеженьких картриджа под данные и шесть картриджей чистящих. Вот это вообще самый жир. Потому что у меня на самом деле более трёх десятков, наверное, DDS-картриджей есть, но ни одного не осталось чистящего. Было всего, по-моему, один. И тут уже кончился. Теперь здесь их ещё шесть. Вот за это отдельное, огромное, жирное спасибо, Максим. Это очень сильно поможет. И, ну, собственно, какой-то кирпич. По всей видимости, там, наверное, что-то есть металлическое. Оно немножко звенит. Коробку долой. Посещает меня чувство, что это внешний DDS-стример. Внешняя коробочка со стримером и с блоком питания. Судя по её габаритам. И это тоже хорошо. Да, это действительно внешняя коробочка. В случае DDS-картриджей, коробочка, как видно, получилась очень компактная. Она, конечно, немножко грязная, но это легко решается мойкой корпуса. В общем, такая практически умещающаяся в ладони коробочка. Здесь стоит стример стандартной DDS-3. Собственно, стандартные здесь светодиоды, что внутри есть кассета, и что надо почистить стример. Тем самым, какая-то же кнопка выброса. SureStore DAT24. Здесь ещё один светодиод, это выделение питания, потому что, ну, по сути, всё, что внутри этого устройства, это обычный, ну, скажем так, комповый стример, то есть его, по сути, можно вытащить отсюда, вставить его в переходник на 5,25 дюйма салазочки, и просто вставить его в ПК. У него должен быть сзади, изнутри, обычный MOLIX питания и SCAZI разъём. Всё, что вокруг него, это просто железный ящик на ножках с наклеечками, внутри которого просто есть SCAZI шлейф, который идёт от самого привода вот к этим вот разъёмам сзади, и отдельный, просто, блок питания со своим вентилятором и кнопочкой включения. Всё просто. Также здесь есть, соответственно, установка ID-устройства на SCAZI шине, также включается в сам привод вместо перемычек штатных. Ну и тут у нас также пригодился ещё один терминатор, вот для такого разъёма SCAZI. Что у нас тут написано? DATAMATE. Активный терминатор. Ну, собственно, два разъёма SCAZI, потому что SCAZI подразумевает, что мы можем делать паровозик такой из устройств. То есть, вот шлейф входит, шлейф выходит к следующему, к следующему и так далее. Ну, такая вот коробочка. Довольно прикольная. В общем, я думаю, этому найдётся применим. Ещё я говорю, что она маленькая, несмотря на такие габариты. Потому что, как я уже говорил, я работаю сейчас, в том числе, и над съёмкой видео про стандарт LTO. О, ух, ё-моё. И вот эта коробочка то же самое, но под LTO. Бух. Вот такая хрень. То есть, LTO-стример, он 5-дюймовый и полный высоты. Плюс сюда становился блок питания. Но, к сожалению, в этой коробке его нет. О, ё-моё. И, собственно, сзади примерно всё то же самое. Два скази-разъёма. Блок питания, как я сказал, вытернут отсюда. Обстановка скази-1 и здоровенный вентилятор. Вот такая коробочка. В общем, за весь этот офигительный подгон такого всякого разного около серверного старого железа Максу от меня отдельное такое огроменное спасибо. О коробочке у нас тем временем всё продолжает увеличиваться в размерах. Это посылка у нас от Сергея Сычугова. И Сергею предварительно за эту посылку. Спасибо. Сергей мне написал в личку ВКонтакте. Он хотел выложить в барахолке объявление о продаже содержимого этой коробочки. Но потом решил написать сначала мне, спросить, не нужно ли мне это. В общем, я сказал, что определённо мне это надо. И купил то, что туда запаковал. И давайте посмотрим, что тут приехало. Я надеюсь, по моей просьбе он запаковал это бронебойно. Ну и, в общем-то, мы видим четыре картонных коробочки внутри этой. Здесь у нас всякие проставки, картонки. Здесь много всякой бумаги. Ох, ёмарь, да. И, надо сказать, посылочка, в общем, нелёгкая ни разу. Наверное, несколько кило. Так просто это даже и не вытащишь. Это помощь к одному из моих проектов. Ох, так, полежите здесь. Проверим. Тут вроде бы я ничего больше полезного не вижу. А вот действительно полезное. Как бы это так положить-то? В общем, брикет из четырёх коробочек. Что бы вы думали, что это такое? И что это за проект? А это проект, в котором меня постоянно спрашивают. Когда же ты снимешь следующее видео? Когда же я купил то же самое и хочу доделать? Когда будет следующее видео? В общем, я думаю, понимаете, что речь про проект доработки из тридцатых. И это динамики 10GD34 в заводской упаковке. Новые. Не используем. Рижский радиозавод имени Попова. Головка 10GD34 4 ОМА 1986 год декабрь. Конечно, декабрь для СССР не самая лучшая дата производства, но тем не менее это должны быть полностью не использованы динамики. То есть, даже несмотря на свой возраст, по идее, у них должны быть мало того, что в порядке вся подвижка неизношенная, но и также должны быть неизношенные гибкие подводы, которые являются болячкой этих динамиков. Здесь они должны быть новые, потому что они не перегибались и не стирались. Так, тут какая-то золотистая краска. Ну и, в общем-то, ОНО. Вот так выглядит новый неиспользованный динамик 10GD34. Давайте на это полюбуемся. практически весь черный, даже такой, я бы сказал, и синий-черный с таким слегка сизым оттенком диффузор. Абсолютно чистая, свеженькая, даже глянцевая резина, мягкая. Диффузор ходит плавно, корзина силумин там или что это у нас, клеммы ни разу не паяны, свежачок. Здесь тоже свежачок. А, даже 1984 год. То есть, это по сути, даже самые ранние практически динамики. Потому что S30, я уже даже запамятовал, 1983 или 1984 год дата начала производства. Если GD34, то 4 Ома старое естественно еще именование. В общем-то, вот такой вот жир. Что еще здесь сказать? Это очень-очень серьезно. Абсолютно новый, свежий 10GD34. Учитывая, какое количество у меня этих S30 сейчас собрано под столом, у которого вы сейчас это все видите. И там эти динамики практически все требуют ремонта, потому что у них у кого подводы, у кого катушка, у кого еще чего-то. А здесь подводы, ну да, не целые, не ломаются. Все прекрасно. В общем-то, такого счастья здесь должно быть 4 штуки. И все они должны быть сновья. Ну вот как-то так. Декабрь 84-го года. Непаянные свеженькие клеммы, сизо-серый динамик, немножко картонной пыли, но это мелочи. В общем-то, это, в общем, жир. По-моему, найти сейчас вот такие динамики, это довольно трудно. От меня, Сергею Сучугову, огромное такое жирное спасибо. Можно будет сравнить заодно динамики, скажем так, ходившие по параметрам в следующих сериях Pro X30 с теми, что реально ни разу не использовались. То есть, навье. Есть ли какая-то разница? Скажем так, они старели вместе, то есть, здесь могла резина задубить так же, как и на использованных, там, не знаю, диффузор, что-нибудь, там, не знаю, с ним в жесткость поменялось, хрен его знает. Но, эти не использовались, а те, которые у меня отдельно валяются, сняты из колонок, те использовались. Можно будет это все сравнить, это отдельный плюс, ну и также отремонтировать быстрой заменой динамики, то есть, если, допустим, нет времени на какой-то комплект, а у меня, например, сейчас за кадром сохнет парочка корпусов из 30-х, которые от зрителя у меня на доработке, здесь, по сути, по моей методе, которую я описывал в своих видео, а это все ссылки в описании, ну и, как обычно, вот, можете на первой две серии ткнуть. В общем, корпуса сейчас швы проклеиваются, они отпылесошены, шурупы заменены на новенькие, резьбы восстановлены, фильтр переделан, ну, в смысле, пересобран на моей плате и на фанерке сзади вместо пластика. Ну и динамики, в общем-то, там как раз их не было, можно поставить новые. Ну и вообще требует некоторого тестирования, диагностики, может быть, небольшой доработки, если они еще не совсем в хорошем состоянии. В общем, это однозначно жирный плюс. Спасибо. Чуть не забыла вам показать немножечко паспортного жира из коробочки. Ну и последнее на сегодня пополнение, как видно, это даже не распаковка и не посылка, это, как можно понять, катушки с магнитной лентой. Как видно, от Тенева Никиты. Насколько я помню, это зритель и подписчик Каковина Александра. Но, так как я в группе у Каковина также периодически немножко свечусь, то Никита решил мне презентовать вот это вот небольшое такое счастье. Собственно, потому что у меня уже появился катушечный магнитофон высшего класса электроника ТА1003. Появился он в конце 2015 года. Потом, за какое-то время я успел его полностью разъербанить на куски, немножечко обслужить, помыть, почистить, смазать, заменить электролиты и собрать на 10-часовом стриме. После чего этот магнитофон даже заработал, чего он не делал до этого. И, в принципе, лента у меня немного, парочку я через хорошего человека Артема Бажина приобретал в магазине Шанс, там лента Орво и, по-моему, БАСФ. Но, в общем-то, ленты много не бывает. Поэтому давайте взглянем, что у нас тут есть. Тут написано Свема Студения. Не сыпется и улыбящийся смайлинг. Ну да, потому что наша лента и не сыпется, это практически не встречающиеся слова в месте. Записано Коковинский Сатурн-202. Исполнитель Граймс. В общем, какой-то аппарат, который, по всей видимости, был когда-то у Александра Коковина и потом, видимо, как раз отправился к Никите. Тот самый Сатурн-202. Второго класса аппарат. Коробочка. Ну, такая уже немножко пожеванная помета временем. Так, давайте посмотрим. Ох! Ух ты, какая интересная катушечка. Я таких не видал. Такой пластик. Я даже не знаю, как это описать. По-моему, такой пластик я встречал, когда разбирал какой-то старый советский холодильник ЗИЛ. По-моему, это полистирол, вообще говоря. Такой он белый, довольно мягкий и выглядит цвет его очень плотно, потому что есть такой пластик, у которого цвет, ну, он такой немножко полупрозрачным кажется, а этот, наоборот, очень плотный. На катушке написано LOMO 8120. Есть подозрение, что это вообще-то катушка от видеопроектора на 8-миллиметровой пленке. Но, по всей видимости, оно подошло и для аудиоленты. И да, это действительно не просто бытовая какая-то лента. Для бытовой такой обычный, ну, во всяком случае, в СССР не делали. Вот он, магнитный слой, стандартный ржавый коричневый цвет, магнитный носитель. А с обратной стороны, здесь есть дополнительное покрытие. И, как видно, лента черная. Она двухцветная. Это действительно плюс. И да, она действительно не какая-то там не осыпающаяся, она не рвется, не выкрашивается и не выглядит сильно затертой. Так что, это действительно хорошая катушка. Спасибо, что это такое. Я даже не могу это прочитать. Тасма 18-я катушка. Посмотрим. Ну, в общем-то, суть такая же катуха, только с зачем-то выпиленными двумя ребрами. Тоже лома 820, пустая. Вот они, куски запила. Не очень понимаю, зачем. Ну, в общем, зачем-то. две таких катушки. Одна с лентой, другая без. Давайте взглянем вот на эту мелочь. Что у нас тут? Тут у нас тоже какая-то обычная коричневая лента. По всей видимости, мне студийная. Глянцевый задник. Матовая рабочая поверхность такая, со следами затертостей поиспользованной лентой. Но если бы там, как она здесь лежит, если это, конечно, был магнитофон с хорошим трактором, который ровно укладывает ленту, то, если такой тракт нормальный, а лента ложится вот такими вот неровностями вместо плотного рулона, то это обозначает то, что лента покоробилась. То есть, у нее уже повело основу и эта лента не очень хорошего качества. Ну, в общем, в любом случае, даже если это лента хлам, тем не менее, маленькие катушки это всегда полезно. Не знаю, какой-то 11, по-моему, размер, что ли. Такая диктофонная катушка. У меня одна такая же есть, такого же размера. Вот, будет теперь к ней пара. Ну, что-то это 150 метров власов. Нет, не написано размер. и ладно. В общем, в любом случае, катушечка полезная. И есть еще вот такие вот. Здесь написано комета, комета, пластиковые боксы, причем, в общем, вот так вот это выглядит. Раскрывается такая коробка. Не очень удачный дизайн. Из-за того, что здесь вот такая вот выемка, если оно друг к другу само наезжает, была бы полная целая стенка, оно бы закрывалось без вопросов. Такая сильно пожелтевшая. Вот, и у нас тут еще катуха. Вот, собственно, то, о чем я говорил, видите, здесь рулон намотан ровно практически везде. То есть, вот здесь и вот здесь лента не коробленная. А вот в серединке тоже, видимо, она в какой-то момент наверное, эта лента была остановлена на магнитофоне где-то в среднем положении вот в этом месте. Лента просто находилась в ЛПМ долгое время и там какая-нибудь циклирование температур, влажности ее немножко в этом месте повело. Поэтому рулон у нас здесь легла вот так вот неровно. Но, что мне бросается сразу в глаза, это, по-моему, старая дубовая лента. Что у нас на ней написано? HHK тип А 36 016. Ну, в общем, специалисты, которые больше знакомы с советской аудиотехникой меня может быть поправят. Может быть, эта лента имеет какую-то ценность. Но, сколько я таких лент не встречал, на текущий момент они рвутся. То есть, как только ты их помещаешь в какой-нибудь аудиотракт, малейший рывок, не знаю, включаешь перемотку, вот сейчас она это не хочет делать, но обычно она обрывает. Ну, в общем-то, по краю ленты, по-моему, понятно, что когда-то его здесь уже оборвало. Катуха, тем не менее, такая очень сильно хорошенькая свема, нинза царапанная, свежачок, можно сказать, не клееная, вроде как без трещин. В общем-то, катушка сама по себе хорошая. Опять же, если лента здесь хлам, то катушка сама по себе пригодится. по-моему, коробочка немножко не по размеру. Катушка побольше. Коробочка, я думаю, если ее немножечко отмыть, чуть-чуть смазать, потому что она довольно-таки туго ходит, наверное, тоже можно будет применить. Ну и последняя. Вот эта уже явно больше подходит по размеру. Так, вот здесь она как раз-таки вот такая немножко пошарканная, затертая, но тем не менее. Здесь рулон, ну тоже, как видно, не очень ровно лег, ближе к внешним краям ровно, а в серединке она снизу коробленная. Катуха, что это производитель, не знаю, не разбираюсь, есть вот такой логотип. Лента, в общем, вот эта лента не то, что проделущая, блестящая задник без надписи, она сама по себе не должна рваться, по ощущениям она значительно тоньше, но она такая бытовая, немножко, как видно, затертая, есть такие полосы. Ну, в общем, будем посмотреть. Можно даже, конечно, попытаться воспроизвести их на моей ТА1003 попробовать, но это чуть попозже. В общем, за все эти катушки с лентой и без, Никите, спасибо большое. Ну что же, теперь, пожалуй, неплохо было бы все распакованное, ну, хоть как-нибудь экстренно проверить. Тестовый стенд, это, в принципе, все тоже тестовый стенд, который был в предыдущей распаковке, это плата Intel SR440BX, есть второй Pentium стоит, 128 метров оперативки, встроенная в видяха Rivo TNT, первая, ну и в качестве жесткого диска здесь сейчас притаился вот такой вот забавный девайс, это платочка, которая вставляется напрямую в ПАТ-разъем, и в нее уже вставлена компакт-флэш-карточка, в данном случае на 4 га, и здесь 98-я виндай, немножко тестового сорта. Тут же болтается второй, немножко не такой, но по сути делающий тоже самый адаптер, и вот он, эта самая CF-ка из сегодняшней распаковки, ее я сюда вставляю, и давайте попробуем все это как-нибудь запустить и посмотреть, что из этого всего получится. Здесь есть светодиод, который должен сжигаться при опросе этого жесткого диска, в кавычках, ну, собственно, здесь еще один зеленый, и здесь должна, вот она, определиться, Toshiba, есть определение флешки, немножко помаргивает при загрузке винды, в общем, по всей видимости, как минимум, хоть чуть-чуть эта флэха жива, хотя не написано, что Kingston, но Kingston сам по себе не делает флэх, из нее эту флешку сделала компания Toshiba. Так, и у нас там тоже, не видно, короче, там тоже горится это диод, в этой плате основного Hard Attack, у нас тут монитор нашелся, но система постоянно немножечко меняется, в общем, фиг бы с ней, наверное, все еще захочет ребут, но мы этого ей не позволим, нам интересно, что на этом жестком диске в кавычках есть, если там что-нибудь вообще. как устройство, так, у нас тут какая-то старая ИС-шная видяха, болтается ненужная, так, ну, в общем-то, вроде бы увиделось, дыма по умолчанию не включен, но мы включим, естественно, 98 винда никак не определяет диск, она просто пишет его как какой-то диск, в iDuel или в что-либо еще здесь, в Windows заходить бесполезно, из-под винды оно не прочитает характеристики диска, но посмотрим, оно как-нибудь здесь видно, да, оно видно, Toshiba 1G занято 0 байт, свободно 976, то есть, оно таки здесь, живой, пустой раздел, система FAT16, тесты будут исполняться из-под DOS, так что Волков Коммандер нам в помощь, ну, и где-то на каком-то из дисков у нас здесь должно быть немножечко тестового софта, ну, сейчас попробуем, где-нибудь ее прогнать, ну, например, вот в этом вот интересном тесте, здесь должен быть тест в том числе и жесткого диска, ну, на все-таки флешки, но кого это интересует, так, выбираем Hard Drive 1, скорее всего, 0 это системный, 1 это вот этот вот флеш, ну, давайте для сравнения сделаем быстро тест системной флешки на 4 гига, аферизированное чтение 13 мегабайт в секунду, линейная верификация без передачи по шинам дает аж 280 мегабайт в секунду, по повседневности софтена просто зашкалила, и, собственно, самое-то интересное, линейное чтение почти 14 мегабайт в секунду, и теперь сравним вот с этой флешкой, сейчас на ней должен зажечься ее светодиод, зажегся, идет тестирование этой флешки, время доступа столь же маленькое, примерно 1 миллисекунда, естественно, это же флеш, это не Hard, так, буферизированное скорость чтения 5,6, верификация 190 мегабайт в секунду, пропустим, и линейная скорость всего лишь 5 мегабайт в секунду, то есть, помедленнее будет, чем та, что у меня на 4 гига системная, но, тем не менее, тоже неплохо, для старых систем этого более чем достаточно, главное, в любом случае, это не линейная скорость доступа, а вот то самое время доступа, 1 миллисекунда, это в любом случае лучше, чем любой жесткий диск, какой бы быстрый он ни был, флэш есть флэш, твердотельник есть твердотельник, его преимущество именно в маленьком времени доступа, ну, в общем-то, по тесту флэха вполне себе жива, хочу попробовать эту флэш в качестве загрузочной, зато посмотрим, как она хорошо в себе хранит файлики, я загрузился с сидюка, здесь сидером валяется, на котором у меня загрузочный Acronis, лицензионный, и, в общем-то, это дискэдитор, если что, в нем я сейчас скопирую раздел с моей 4-гиговый флэш на гиговый системный раздел, ну, и также скопирую MBR, чтобы была эта флэшка также загрузочной, и посмотрим, сможет ли после этого эта же самая система после замены флэши загрузиться с гиговой новенькой распакованной. Старая рабочая 4-гиговая флэш вытаскивается, и вместо нее ставится распаковочная с скопированным сюда системным разделом. Теперь запускаем снова машину и пробуем. Ну, и вроде бы бут идет. Во всяком случае, сразу ошибки не случилось, что, мол, не найден загрузочный раздел или еще что-нибудь такое. индикатор явно моргает активности и загрузка винды явно идет. Последнее приготовление. Сейчас должен появиться рабочий стол. И да, он действительно появляется. Вот оно. Это флэш жива. Что, конечно, не может не радовать. И еще раз благодарю Андрея Волкова за эту замечательную флэшку. Она принесет пользу в тестировании старых железяк. Ну вот, теперь старыми железками и займемся. Первый пойдет Cirrus Logic JD5320. Видеокарту встроенную я не буду сейчас использовать. И подключаем монитор к этой видяхе. Запускаю стенд. Посмотрим, жива ли. Так, монитор вроде бы очухался. Да, есть, есть картинка. И видно, что это действительно старая сашная плата. Вы видите, как медленно отрисовывается текст. Видно, как курсор уже бежит. Бывает, конечно, еще хуже, но тем не менее. Ну и графический режим вроде бы живет. Картинка загрузочная показывается. Сейчас винда запустится, посмотрим, что она увидит. Автоматически сашные платы не встают практически никогда. Так что придется запустить из панели управления принудительное обнаружение устройств. И почти наверняка она не найдет никаких драйверов под эту Cirrus Logic и поставит ее как какую-нибудь стандартную VGA-карту. То есть без какого-либо 2D-ускорения вовсе. Как будто у нас просто какая-то карта без дров. Также видно, что у нее рамдак немножечко некорректно работает. Современные межика мониторами картинка явно пересвеченная. Такое впечатление, как будто задрано гамма. Некоторые полтона вообще не видны. То есть вместо темно-серого оттенка серого и светло-серого у нас есть просто темный и белый. все серое выболилось. Картинка пересвеченная. в общем, запускаем и будем посмотреть. Нет. Rivot NT диск, к сожалению, встроенная не отключается. То есть в BIOS ее нельзя погасить полностью. Можно только назначить перед и те, что первый пойдет видяха, вставленная в плату. Но Rivot всегда будет присутствовать. Но она сейчас нас не интересует. Пусть ищет эту видяху. Так, есть какие-то сведения. Ну, вот, пожалуйста, обнаружено устройство. Стандартный видеодаптер VJ. То есть никаких дров можем не ждать. Ускорения никакого не будут. Окна будут двигаться вот так. Ну, и также, естественно, раз у нас нет дров, то у нас максимум возможного это 640 на 480 и всего лишь 16 цветов. Вот все, что мы можем иметь без установленных дров. так что, в принципе, в 9х системах и позднее эта плата практически бесполезна. Если только в какой-нибудь еще более старой винде, ну, может быть, что-то типа 3.1, на нее и можно найти дрова, но не под эту. В общем-то, да. Что вообще в целом касается того, что это за зверь, то мы можем видеть, что определяется действительно как цирус лоджи, как чип 5320, ревизия карты 3.8, дизайн B0, оперативка 256 килобайт, всего лишь шина 32 бит у этой оперативки. Веса не поддерживается, если прогнать бенчмарк, текстовый режим, все дела, то скорость, как мы видим, у нее, ну, в общем-то, даже чуть хуже, чем у обычных захудалых трайдентов, которые скоростью вообще не блещут. сравните по скорости работы 2D на затычке 51S33 64, насколько она быстрее и как медленно работает эта, то есть она даже медленнее трайдента, в общем-то, цирус, он весьма таки грустный. Утилета SysCheck в принципе тоже солидарна, BIOS Cirrus Logic Incorporated, VGA видеокарта, ром на ней 32 килобайта, чипсет, Cirrus CLGD5 чего-нибудь 0, видеопамять как минимум 256, ну в общем остальное по нулям, цвета, в общем все остальное скучно. В целом плата, конечно, работает, но для сколь-либо успешного применения она вряд ли годится, только под каким-нибудь DOS-ом и то она медленно работает, либо Windows 3 1, даже под 98-ой эта плата уже довольно бесполезна. Но единственное ее у меня применение это попасть в коллекцию с фотографиями на сайт. С этой у нас все в принципе ясно, но у нас это не единственная веса плата, у нас есть еще одна от Octet с этими странными чипами памяти и мы пока совершенно не понимаем, что конкретно здесь стоит за чип, так что как раз-таки DOS-овские утилиты нам в этом попробуют помочь. Первый пуск этой платы прошел не совсем удачно, материнка материлась, что не видит видеокарты, выташил, почистил ластиком разъем и кажется это помогло. Монитор включился, но пока ничего не показывает, интересно. То ли плата недоинициализировалась, то ли она очень просто жутко медленная. В общем пока что у нас просто черный инициализированный экран и машина и дальше не грузится. Видимо надо еще немножечко потереть, а ось полегчает. Попытка номер три. Так, монитор инициализировался, моргнул и у нас кажется там промеркнул тоже CLGD, то есть это тоже что ли Cirrus Logic? Интересно. И опять на экране ничего, то есть видеокарта инициализировалась, она показала А сколько она медленная То есть если то Cirrus Logic нам казался медленным То это просто вершина Можно прям по буквам читать Как оно всё выводит Где определение диско? Спасибо Ну, когда включился графический режим При загрузке у нас уже картинка рисуется поживее В общем, видимо, сейчас тоже надо будет прогнать поиск устройств И попробовать её попинать в DOS В плюсах у этой видеокарточки OCTEC Это то, что у неё с рамдаком всё в порядке Она не выбеляет светлые оттенки Так что здесь серый выглядит серым, а не белым И никакие цвета не сливаются Но да, в процессе поиска ничего не найдено То есть для винды, что та видеокарта, что эта видеокарта Это всё одно и то же стандартный видеоадаптер VGA То есть ничем для неё это не отличается И дров под неё также не будет Остаётся только пнуть это всё в DOS И посмотреть, насколько же она действительно медленнее Так, что же здесь за чипсет-то такой? И да, это действительно Cirrus Logic Тоже Cirrus Logic Cirrus Logic Interpreated Тоже у нас 32-бита шина памяти Но памяти целый метр То есть вот все эти чипы, которые там набиты 4 в DIP-ах И 2 вот этих здоровых Нам в целом дают 1 метр Плата версии 1.3 И чип это CLGD 5420R1 То есть, по идее, это более старый чип Тут был 5430, по-моему, а этот 5420 Однако здесь рамдак встроенный И он не выбиляет картинку И давайте прогоним бенчмарк Так И на удивление Внезапно В бенчмарке После того, как загрузилась в Vendai Мы сейчас под DOS В ней работаем Она быстрее, чем та Вот это забавно То есть, здесь у нас было На той Cirrus Logic Примерно вровень Там было DE, по-моему, 1000 А здесь 1990 А здесь было медленнее Здесь 1360 А было в районе 1000 А это получается здесь 2 раза быстрее Ну и здесь, в общем-то, тоже заметно шустрее Несмотря на то, что при загрузке ПК При прохождении постпроцедуры Она отрисовывала текст намного медленнее То есть, видимо, не знаю Здесь пост выводится на этой плате Каким-то странным кривым режимом Из которого все медленно работает Но по факту в бенчмарке она даже живее В общем, даже интересно Несмотря на, скажем так Меньший номер чипа Получается, что Она лучше У нее и встроенный рамдак И по тестам она получается чуть быстрее А вот здесь интересная подробность Смотрите, что получается VGA чипсет Akumos AVGA2 То, что как раз на плате написано AVGA-20 Но в то же время OMID Cirrus Logic JD54xx Но, как мы видели в предыдущем То есть, определяется вроде как 54-20 В общем, интересные получаются варианты У меня есть в коллекции плата На Akumos AVGA2 И даже есть на Akumos AVGA1 Но получается, что, видимо, этот Akumos Это просто ребрендинный чип от Cirrus Logic Судя по всему Получается интересная ситуация В общем, видимо, это все-таки AVGA2 Судя по тому, что, во всяком случае, на плате написано И, видимо, это как раз Remarkir 54-20 И та плата, которая у меня в коллекции AVGA2, она, по-моему, явно попроще Она, по-моему, нету таких интересных чипов памяти Так что, видимо, коллекционную я поменяю на эту И памяти, опять же, 1 МБ у нас видится Максимальная картинка Мы можем получить 124-168 на 256 цветов То есть, это встроенный рамдак Нам такое позволяет И объем оперативной памяти Но из-за того, что у нас 98 в Винде нету дров Под эту плату У нас все равно получается 64-238 из 16 цветов Стандартный драйвер без 2D ускорения Ну да ладно С Сашными разобрались Вроде как обе более-менее живые Осталось разобраться с третьей платой Из этой распаковки 2D-затычка Avance Logic Впихаем ее сюда Подключаем монитор И стартуем машину Так, есть видеобиус Ну и естественно скорость отрисовки 2D У хоть и 2D-затычек на уже PCI-ных Намного более современных Почти мгновенная Что и следовало ожидать В общем, ждем загрузку Посмотрим, что Винда сможет сделать с этой платой При запуске как plug-and-play устройства Она, соответственно, запустила процедуру установки дров Но что-то мне кажется, что да Стандартный дедактор PCI Без поиска этих самых дров Где-нибудь по просторам интернета Ничего ты с этой платой не сделаешь У нас по-прежнему будет 640, 480 и 16 цветов Хоть ты утресни Нужно к ней искать дрова Если честно, мне это сейчас Совершенно лень делать Как видите, сейчас в момент съемки Нужно 24 часа И мне, в общем-то, завтра снова на работу Как это и может показаться странным Но вставать тоже скоро Так что сейчас я не собираюсь искать никаких недров Как-то она работает Винда все еще не прогрузилась Из замедленного тупого процца Pentium 2 233 МГц Ну, в общем, сейчас попробуем посмотреть на него в Айде Ну и опять-таки зайдем в DOS, пощупаем там В Айде она видится точно так же, как написано на чипе Advanced Logic LG 2302 Никаких здесь сюрпризов с перемаркированными ОЕМами Вроде бы не наблюдается Так, заглянем в этой софтинке Что произойдет Advanced Logic LG 2302 32 бита шина В общем, ничего нового Производитель BIOS у нас QuadTel А, собственно, видеокарты Advanced Logic чипсет Эта программа не видит, не понимает Здесь 1 метр памяти Что понятно, 2 чипа Advanced Logic В общем-то, более ничего здесь интересного нету Ну и прогоним через нее бенчмарк Я думаю, она должна быть пошустрее, чем ИСА-шные платы И да, она действительно шустрее Но по скорости она все же немножечко отстает От классической 2D затычки S33U64 Все же и здесь И здесь она медленнее Но ИСА-шные платы далеко позади Ну, хоть какая-то польза от нее в DOS И хотя бы есть Я сместился к основному тестовому стенду Поскольку мне следующую плату нужно проверить PCI-Express 1 А именно на этом тестовом стенде У меня есть PCI-Express Потому что это платформа на LGA 775 Ну, собственно, остается только Пихнуть эту платку сюда в разъем Понадеяться на то, что она все-таки исправная И что-нибудь мне там не коротнет И запустить этот тестовый стенд Так, стенд грузится И у нас возникло новое устройство Под названием Нет данных Очень интересно Попытка что-нибудь здесь поставить Может быть, это что-то сможет подкачать из инета Хотя в эти способности у Windows XP я никогда не верил Ну, собственно, ничего и не смогло здесь поставить Можно, конечно, попробовать пощупать айду Может быть, она хотя бы мне скажет Что за модель у этой аудиокарты Потому что я пока еще не знаю Какой-то Sound Blaster Какой-то Multimedia Audio PCI И это Creative Sound Blaster X5 Extreme HD Audio Controller То есть она все-таки относится к семейству X5 Так, C0110 чип Ну да, у нас здесь есть девайсы Вендор ID В общем, по этим девайсам можно попытаться Скачать дровишки А можно попытаться Попробовать загрузить стенд С другого харда На котором стоит семерка Я думаю, у семерки получится Что-то скачать с инета касательно дров Чтобы я сейчас просто не парился с поисками Учитывая, что у меня на стенде сейчас реализован полноценно независимый dual boot То есть у меня стоит два физически отдельных харда Каждый со своей операционкой И на каждом к этой операционке Есть своя собственная загрузочная запись То есть все, что мне нужно сделать Это просто поменять порядок хардов в BIOS Теперь загрузка будет идти с того, где загрузочный сектор относится к семерке И системные разделы относятся к семерке А тот хард, который с экспишкой Он пойдет как бы вторым хардов Ну и посмотрим, что с этой аудиокарты сможет сделать семера Сможет ли она подкачать к ней какие-нибудь дрова автоматом Семера грузится, но ей, конечно, неуютно на обычном харде Ей все-таки лучше бы SSD под систему Что у нас тут? А, ну да, с тех пор, как я ее в последний раз запускал У меня еще, скажи, с контроллер оказался новенький Так, устройство с поддержкой High Definition Audio готово Оно хочет сказать, что оно поставило эту аудиокарту, что ли? Так, на обновление меня сейчас абсолютно не интересует Оно сейчас пошутило или оно это поставило? То есть оно это просто какими-то дефолтными дровами подменило? Или что? О, или это встало что-то другое, какой-нибудь звук, там, не знаю, на видеокарте В HDMI, которая вытаскивается Да, в общем, семера вообще не создана для обычных хардов Она все еще грузится, отчаянно трещит хардами И никак не может показать на диспетчер устройств Только твердодельник Не иначе XP-шка с хардом живет, семерка с хардом отвратительно Так, ну все же, диспетчер устройств Может быть, когда-нибудь он откроется после того, как карта трещится Так, ну, скорее, контроллер нас не интересует Видеоадаптеры Странно, не стоит дрова на видеокарту Странненькая Ладно А, Реалтек Нет, это, скорее всего, стал Реалтек А это у нас что? Драйвер здесь Это что такое? HD Audio Возможно, это тоже относится к Реалтеку Ну, или, опять же, к видеокарте В общем, сложно сказать Ну-ка, попробуем извлечь какой-нибудь звук откуда-нибудь Не из Реалтека, а именно из этой аудиокарты Как раз у нас динамики с поддержкой High Definition Мы попробуем К ним сейчас подключены динамики И да Семерка просто по автомату поставила эту креативскую звуковуху Как High Definition Audio Все просто Семерка с ней разобралась автоматом Если, конечно, хочется что-то более расширенное Там панель управления креатив Чтобы там какие-нибудь настройки поковырять Надо качать дрова креатив Но, тем не менее, даже без этого Семерка с этой аудиокартой работает Ну, и как можно было услышать Сама аудиокарта тоже работает Так что, я думаю, можно считать ее проверку завершенной Переходим дальше Так, и что же у нас с этим еще одним вариантом транзистор-тестера Батарейку я подкинул от своего Попробуем включить То, в общем, да Ну, конечно, включилась А, мне кажется, дисплей не доставил Ладно Она не выключается То есть, видимо, прошивка внутри микроконтроллера все-таки запускается Потому что иначе бы после отпускания кнопки он бы сразу газ Попробуем все-таки вставить это правильно И попробуем включить это еще раз У нас вверху появилась строчка символов Почему она какая-то очень слабоконтрастная И ничего не выводится Так, ладно Так, по-моему, переменник у нас должен отвечать за контрастность дисплея Как обычно у этих текстовых знакогенерирующих Попробуем ее поднять И это помогло У нас теперь есть белые квадратики Вместо еле видимых черных Но, тем не менее, дисплей не инициализирован Это вот единственная горящая квадратная строчка Значит, в том, что сам дисплей включился Но его не инициализировали по его интерфейсу То есть, по всей видимости Ну, дисплей-то понятно, вроде как работает Микроконтроллер, хотя и запускается И держит свое питание после нажатия кнопки Но, о, он по таймауту выключился Значит, точно прошивка работает То есть, он что-то попытался измерить Написал, ну, он подумал, что он написал на дисплее Что, типа, деталь не найдена И по таймауту вырубился Но, к сожалению, он не контачит с этим дисплеем То есть, может быть, залита прошивка Которая не соответствует этой печатной плате И, соответственно, у нас не так соединены контакты к дисплею Как предполагается в прошивке Из-за этого у нас на дисплее ничего и не выводится И сам дисплей не инициализируется Ну, в общем, задача ясна Значит, надо сюда подобрать прошивку Уже третий вариант под транзистор тестера Под который я буду подбирать То есть, я сделал под свой под фиш В предыдущем видео я подбирал под желтый тестер С графическим экраном типа Т3, Т4, Т5 Ну и, видимо, теперь надо подобрать вот под этот тестер Также пояснить, что здесь с распиновкой Поковырять мейк-файл Может быть, еще и исходник, если там мейк-файла нет корректного Ну, в общем, заставить этот микроконтроллер работать именно с этой платой Именно с этим знакогенерирующим текстовым дисплеем Пока что это не работает Но, в общем, с этим все понятно Это надо ковырять Это не относится к теме данного видео Неплохо было бы проверить и стример Но, несмотря на, казалось бы, имеющийся ассортимент всевозможных шлифов и переходников Вот сюда мне подключить абсолютно нечего Нет у меня ни таких кабелей, ни таких переходников Что делать? Ну, как я сказал, эта коробочка Суть есть обычный стример для ПК Установки в корпус Плюс небольшой скользкий шлейф с этими разъемами И блок питания Я снял с него крышку И что же мы видим? Стример, вот он, сверху Вот он, он висит здесь У него обычное молекс питания Вот оно Которое уходит в блок питания Находящийся в нижней части корпуса Вон он там где-то Вон там кондеры, всякие кондеры Кстати, здесь какой-то хлам стоит Какие-то азиакон Что-то непонятное В общем, внизу БП Собственно, все просто с сетевой своей вилкой Также там обычный 50-пиновый разъем Скази Вон он Ну и, собственно, вот он шлейф Который здесь находится внутри 50 пин И выходит он вот на эти два разъема Но, так как это все стандартный Скази То из той же посылки я беру Переходник с 50 пин на 68 Пихаю сюда шлейф на 68 пинов И просто включаю его напрямую в тест-вст Шлейфом на 68 пинов Все просто Ну и, собственно, блок питания остается Только подать питание Наземные теперь у этих устройств объединены То есть у тестового стенда и стримера Можно включать сам стример Включать ПК И смотреть, определится ли этот стример как устройство И будет ли он работать с картриджами Итак, первый пуск Дергаем питание самого стримера Так, зажужжал Стример раскручивает свой БВГ Делает инициализацию Моргает Отморгался, замолчал Внутри мерзко жужжит мелкий вентилятор Ну да ладно Включаем стенд Сейчас посмотрим Что это у нас за девайс такой По виду он не похож на стримера от Seagate Тоже DDS-3 это явно не он Возможно это какая-нибудь Сонька Сверху на нем никаких наклеек нету Может быть есть снизу Но там мешает посмотреть блок питания По идее стример достаточно старый Чтобы спешка его подцепила без дров Надеюсь мне сейчас никаких здесь манипуляций Делать не понадобится Ну только надеюсь Может и понадобится О, у нас даже никаких устройств нету Все Просто HP-шный стример Ну поскольку я знаю HP Сама по себе не делала стримеров То есть и это кто-то сделал по ОЕМ HP C1537A Скази Sequental Device Съемная ЗУ Есть ли он у нас здесь? В библиотеке Да, он у нас тут есть Ну так как стример у нас в неизвестном состоянии Давайте сразу проверим Скормим ему чистящий картридж По идее он должен Ну во-первых он его должен Ой как он это Медленно все делает Какой-то он странный Он так работает, да? Я привык к тому, что картридж обычно опускается вниз После загрузки Здесь он просто въехал внутрь и все Видимо механизм все-таки не работает Потому что он что-то все жужу туда-сюда Что-то там поднимается Опускается Может так и надо Не знаю Нет, по-моему все-таки ему что-то не нравится Снизу какие-то механизмы картриджа То подъезжают То отъезжают Там что-то БВГ то разгоняется То останавливается Ну в общем Да Механика у него мягко говоря не здоровая Может он его хотя бы выбросит обратно Не похоже Есть ощущение, что он просто вошел В бесконечный цикл попытки загрузки картриджа И больше ничего с этим делать не хочет Он его как-то слишком медленно и неохотно затягивал в себя Ну в общем понятно Что ничего не понятно Надо это все разбирать По всей видимости чистить, смазывать Видимо стример до сегодняшних дней Даже все-таки не смог Сенсация Картридж выплюнулся обратно Ну тогда попробуем еще раз напороться на эти же грабли Какие-то звуки изнутри раздаются Но не очень понятно, что происходит Вот как-то так это происходит Да в общем что-то непонятное творится В общем к сожалению Этот стример оказался нерабочим Ну вернее полурабочим Потому что как устройство насказить шину Он все-таки определяется Но вот механически он нездоров Картридж он даже не может корректно загрузить Но тем не менее Как вы видели Это всего лишь тупая коробочка Вся электроника, которая здесь есть Это сам стример То есть никто мне не мешает Эту же самую коробочку проапгрейдить Просто заменив здесь стример Даже не потребуется ничего перепрошивать Потому что все, что она делает Это подает стримеру питание Ничего здесь нет заумного И просто вытаскивает Скази шину с этого стримера Наружу на внешний разъем Там даже нет никакого преобразователя Так что я могу вытащить отсюда этот стример И засунуть Ну например Тот самый Сигейт Скорпион 24 Также ДДС-3 Я могу и вовсе Проапгрейдиться До например ДАТ-72 Допустим Попутно Поменяв переднюю панель На компактную Чтобы это сюда влезло То есть Все абсолютно то же самое Таким образом Та же самая коробка С тем же блоком питания Станет уже В целом ДДС-5 На 36 гигов А не ДДС-3 На 12 В общем-то В любом случае Коробочка и блок питания Здесь Это весьма полезно Считывая Что какая здесь толстая столюга Такая довольно Хорошая Надежная коробочка На хороших резиновых ножках Которая очень прочно держится На столе Ну и блок питания Здесь оказался рабочим А с вентилятором Можно будет что-то сделать В общем Как минимум За коробочку спасибо Со стримером Ну может быть Я разберусь позже Ну и чтобы пощупать Полученные магнитные ленты Все тот же Электроника ТА1003 Стерео Который был получен Мной В декабре 2015 И собирался На протяжении Все того Десятичасового стрима Ну и в общем С тех пор С момента этого самого стрима С ним Больше ничего особо Не происходило Он стоял на полке И ждал Своего часа По-прежнему Включается У него зажигают И всяческие Индикаторные лампочки У него все так же Противно Воет тахометр Ведущего движка Которая слышна Аж за 2 метра У него В принципе Все так же Работает Воспроизведение Регулировка Здесь всяких Там Натяжений И прочего У него все так же Противно Гудят его Боковые двигатели Это его Родовая болячка Ну вообще Не его А вообще Всех вот этих Электроник И олимпов Основанных на Этой Ревокс-образной Конструкции К сожалению Движки эти Дорабатывать Чтоб они не гудели Противно Ну в общем Как видно Магнитофон работает Индикаторы Показывают Катушки крутятся Звук играется Все хорошо Ну и в общем-то Давайте приступим Начнем наверное С самой маленькой С этой вот Нано-катушки Здесь у нас Лента С глянцевым задником Вроде бы Не должна рваться Так что Можно попытаться Ее сюда поставить Сделать Тотальный дисбаланс Автостоп Срабатывает Все хорошо Поставить На левую Вот такую вот Катушечку Которая Практически Размером Сам подкатушник А справа Оставить Вот эту Большую Так Ну Ракорда У этой ленты Нету Та не особо Нам тут Нужно Понятия не имею Что там Может быть Записано Ну Ну да Какие-то Креньканья Явно На девятой Скорости Явно Видно Что лента Коробленная Она вот Здесь Идет Волнами Даже По тени Видно Ну и Как я Говорил Это Укладка Ленты То что Она вся В разнобой Идет И здесь Прекрасно Видно Что Она вся Покоробленная Так что Она еще И зажеванная Пожеванная Здесь фрагмент Пошел Ну В общем Что-то там Записано Причем Записано На одном Канале То есть Видимо Четырехдорожечная Запись Четыре дорожки В монорежиме Две в одну Сторону По отдельности Две в другую Скорее Все это Как-то Так Попробуем Включить Перемотку Посмотрим Выдержит Лента Электроника Довольно Сильно Дергает Тоже Типовой Ее Дефект Пока Не доработаешь В общем Лента Мотается По тракту Идет Здесь В целом Все Как должно Быть По-прежнему Один канал Записан Треньканье А что У нас На реверсе Происходит Опять же Один канал Что-то Что-то В очень Плохом Качестве Ну В общем Запись На этой Ленте Мне Явно Неинтересна От слова Совсем Так что Может быть Куда-то Я эту Коробленную Ленту Смогу Применить Может В качестве Тестов Магнитофонов Которые Будут плохо Облащаться С лентой Потому что Это точно Не жалко Ну а скорее Я просто Я смотаю Отсюда Выброшу И оставлю Эту катушечку Маленькую Для других Применений Вместе Со второй Маленькой Теперь На очереди Вот это Вот С одного Взгляда Неплохо Намотанная Свема Катушка Во всяком Случа Свема Катушка Сам все Хорош Но вот Лента Та самая С матовым Задником С надписями На ощупь Это очень Толстая Лента Она довольно Дубовая И я подозреваю Что она Скорее всего Не переживет Рывков Этого ЛПМ На перемотке Можно Хотя Попытаться Послушать Что там В ней Такое Записано На какой Скорости О Попытался Заправить И оно Уже Оторвалось Уже Печалька В общем Скорее всего Всю эту ленту Можно не слушая Не глядя Просто всю Сматывать И отправлять В мусорное ведро Больше она Ни на что Непригодна Так Ладно Допустим Я ее Заправил Реверс Ну Хотя бы На воспроизведение Она пока Включилась Там даже Что-то пробивается На одном из каналов Даже на обоих Но Что-то сигнал Слабоват Еще у нас На колонках Две Разных Дороги В общем Одна из них В реверсе Ну вот Как-то так На обратной стороне Затишье На обратной стороне В обратную сторону Запись Здесь на девятой скорости Монодорожка А теперь Страшное испытание Для данной ленты Пойдем даже через стоп Попробуем перемотать Надо же Держится Чудеса Мотается Ложится Так как ровненько Рулончиком А Некоробленное Ну-ка Что у нас тут В общем Что-то непонятное Вторая дорога По-прежнему Что-то с обратной Стороной Так Ладно Если реверс Аналогично С этой стороны В реверс Уходит Ну вот Как-то так Все Ох Как ее не провало-то С такого рывка Ну в общем Какие-то старосоветские записи Странно Что эту ленту Ни разу не провало Но При заправке Она уже Пару раз порвалась Ну ложится неплохо Да Может быть Найду куда-то Применение Не знаю Может кто-то в комментах Поправит Может я жутко не прав И на самом деле Это ленту очень ценное Хотя Мое мнение Что это Лютый старый трэш Который Только в мусорное ведро Ну и вот здесь Вот вроде бы Неплохо Намотанное Явно потоньше С глянцем задником Посмотрим Что здесь Ключим оба канала Пока что Полная тишина Ну-ка Что у нас Чуть дальше Ну и уже 19-я скорость Нет Наоборот У нас ускоренная запись Значит еще более медленная скорость Была записана Стоян 4,75 Но этот магнитофон Не позволяет Такую скорость Просто выбрать У нас сейчас 9-я Минимальная Как-то так Причем вторая дорога Вообще молчит Ничего нет В общем-то Все по-прежнему Один канал Полная тишина Во втором Что-то записано На очень маленькой скорости Что у нас происходит В реверсе здесь Так Две разных дороги По всей теме Все обе на 9-й Ну вот В общем Как-то так И вот Как-то так Обе дороги В эту сторону Обе на 9-й Обе можно Воспроизвести По отдельности Ну в общем Что-то здесь Опять же Записано Лента вроде как Переживает Вполне себе Этот LPM На его вроде Не боится Укладывается Ну Более-менее ровно Вроде бы Не сильно На какая-то Коробленная Хотя и Особо ровно Тоже не кладется Ну В общем-то Лента Как лента Может быть На тесты Какие-нибудь Сгодится Ну И последняя Катуха Вернее Даже две Катухи Я решил правую Тоже заменить На такую же Но чтобы Просто была Пара Катушки Лома Лента Съема Студийная Как здесь было Заявлено На коробочке 400 метров Записано На каковинский Сатурн 202 Исполнитель Граймс Ну давайте Посмотрим Что же у нас Тут такое Есть И как вообще Эта лента Кладется На так Что-то Что это у нас Наверное Скорость Здесь все-таки Не 9 Но 19 Да Больше Похоже На правду Что-то даже Годное Что-то Более-менее Современная Лента Кладется Вроде Более-менее Ровно Она Не Коробленная Но Скажем так До Басфа Ей по-моему Все равно Далеко Басфа Кладется Прямо Идеально Что-то Эдакое Здесь Записано Я Затрудняюсь Назвать Что это За стиль Не знаю Может какой-нибудь Этник Нью-эйдж Что-то Понятия Не имею Но Что-то Интересное Катушки Сами Все хорошие У них Ни стенки Не бьют Ни Радиально Тоже Все хорошо В общем Мне эти Катушечки Лому Нравятся Вполне Годные Надеюсь Ютуб Не забанит За эту Музыку Во всяком Чем Мне это Нравится Пожалуй Стоит Мне Грань Споискать И Добавить Свою Медиатеку На ПК Другой Другой Сторон Что Скорость Вроде Та же Стерео Дорога В общем Что-то Интересненькое Надо будет Поискать Звучит Это довольно Таки Хорошо С этой Ленты Как Это Играет Мне Нравится Записано По-моему С небольшим Перегрузом По НЧ Потому что По индикаторам До перегрузки Соломагнитофона Далеко Но на слух На НЧ Слышится Небольшой Хрип Видимо Сатурн Все-таки То ли Не очень Хорошо Отстроен То ли Было Записано С перегрузом По уровню Но в целом Играет Вполне Хорошо Мне нравится Это Вполне Себе Годно Что Мне не нравится В этой Электронике Это то Что Вот эти Кнопки Управления ЛПМ Они Не имеют Тактильной Отдачи Они Просто Внутрь Проваливаются И понятия Не имеешь Когда-то Ее нажало Когда нет Только По щелчкам Реле Можешь Понять Что Происходит Но С этим Я думаю Я разберусь Я постараюсь Это исправить У меня Сейчас В проекте Полностью Новый Модуль Логики Суда На микроконтроллере С полностью Переделанными Кнопками Но внешне Это будет Выглядеть Точно Так же Как Сейчас Ну В общем Как-то Так Ну В общем Я думаю На этом Можно Наверное Завершать Эту Распаковку Много Всего Интересного Для меня Опять же В этой Распаковке Было Часть Железок Для Коллекции Большая Стопочка Магнитных Лент Для Звуковоспроизведения Что так же Позитивно И Соответственно Динамики С30 Новенькие Свежие Что крайне Меня радует В общем На этом То и все Благодарю вас За внимание Смотрите Другие Видео Комментируйте Если вас Интересуют Какие-то Ссылки И так далее Заходите В описании Под видео Также В описании Вы найдете Возможные Способы Перевода Например Мне Какой-нибудь Копеечки Если вам Хочется Как-то Пожертвовать Что-либо На развитие Канала За всем Собственно Все Благодарю вас За внимание И до встречи